Друзья, привет! Середина октября, Витебск, Север Беларуси. Пора готовить мои череночники к зимовке. Ну и быстренько пробегусь, покажу вам, как у меня в этом году очеренковались. В основном здесь розы во всем этом череночнике, несколько кустарников и флоксики. Гортензии в этом году я здесь не черенковала, немножко пришла к другому способу их черенкования. Ну, как видите, начинала я вот с того края. Здесь уже вот некоторые сорта роз. Мало того, что они укоренились, они вылезли уже где-то сантиметров от 30. Здесь что-то у нас уже торчит. Зацветают, то есть силушку свою показывают. В целом я черенкованием роз в этом сезоне очень довольна. Выпады есть, но их очень-очень мало. И даже в самом-самом конце, вот я черенковала уже где-то, наверное, к концу июля, вот, конец в этом году даже как-то и все не заполнило. Не знаю, что-то на меня напало, вернее пропало вдохновение. Вот видите, самые последние, то, что я уже в самом конце черенковала, но вот все равно там, по большому счету, вполне неплохо это все прижилось. Тут он даже и гибискус сирийский прижился, и он, видите, даже цвести собрался. То есть черенкование в этом году вполне удачное. Скумпия неплохо черенковалась, тот кустарник, который, в общем-то, довольно капризнан в этом плане. Барбариски тоже порадовали. Есть отдельное видео по черенкованию барбарисок. Вот видите, какие они веселенькие уже. Весной я их хорошенечко прищипну, чтобы они ветвились. И уже к следующей осени это будут полноценные двухлетние саженцы. Вот здесь вот скумпия кожевенная бордовая листа, но это здесь вот за счет того, что тень, ну вот листик вот валяется от нее, она как бы позеленела. То есть, в принципе, я довольна своими результатами черенкования, чего и вам желаю. Ну, часто под видео те, кто заходит впервые на канал, задают стандартный вопрос, а как же оно будет зимовать? Зимовать оно вот так и будет под этими же бутылками. Как видите, здесь нет ни единой пробки, они все выброшены в момент, когда бутылка обрезается. И просто спонбонд, вот уже рядышком стоит грядка накрытая, там клематисы. Недавно я снимала ролик. Вот в таком вот виде оно и уйдет в зимовочку. То есть, дуги остаются на месте. Спонбонд, который был на этих дугах, он складывается пополам и укладывается сверху. Все, больше никакого укрытия, никаких там лапок, еще каких-то дополнительных материалов не будет. И зимует это все на ура, с года в год, без всяких проблем. Но уже весной, где-то в апреле месяце я начну это все рассаживать по горшкам и доращивать, чтобы уже к сентябрю следующего сезона у нас были полноценные, хорошо укорененные, полностью оплетенный ком там будет земли. Ну, то есть саженцы, которые отлично перенесут и переезд, и пересадку на новое место, и порадуют своих новых хозяев уже на новом месте. Удачи вам всем!